Тем временем в Коми пожаловал Джон Уоррен, это британец, который уже многие годы живет и работает в России и ведет на одном из центральных каналов свою программу «Поедем, поедим». Именно на съемки этой программы и прибыл ведущий, а с ним и вся съемочная группа. В Сыктывкар они прилетели накануне ночью и уже успели побывать в Карткировском районе, пройтись по достопримечательностям самой столицы, приготовить традиционное Коми-блюдо в одном из ресторанов, а затем в самом центре устроили среди горожан конкурс на скоростное поедание «Шаник». Любовь Лапина наблюдала за съемочным процессом. Типичное будничное утро, полупустые улицы, и это в самом центре столицы. Впрочем, в один миг территория вокруг преображается. Ровно в 9 утра на площадке у Девского мира появляются столы, а на них пироги. Это Джон Уоррен снимает свое гастрономическое шоу в республике Коми. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Я позавтракал, но я надеюсь, что вы нет. Британца, который по собственному признанию давно и всерьез полюбил Россию, многие горожане узнают сходу. А потому к столам с Коми-шангами быстро слетаются прохожие. Из их числа съемочная группа и отбирает десятерых смелых. Каждому из них по увесистой тарелке. Сам Джон Уоррен Коми-шанги уже отведал, а потому на конкурсе исключительно в роли судьи. Вместо заранее заготовленного свистка ему вручают стартовый пистолет. Северный край суров во всем. Родные из Шанги сыктывкарцу плетают за обе щеки. Сам Джон Уоррен, который к этому времени уже успел вкусить традиционные для Коми-яства, делится. Кухня хоть и необычная, но честно вкусная. Туристам понравится. Коми – это же грибной край, рыбный край, ягодный край. Вот эти все крайности, я считаю, надо обязательно туристам впарить. Потому что турист тоже хочет, чтобы ему впарилось что-нибудь. Как будто это… я не могу ничего не делать об этом, а меня впарили. Впрочем, заманить туристов к себе Коми, по мнению Джона Уоррена, должна все-таки не гастрономически, а за счет своей природы. Она у нас, по словам британца, потрясающая. Не отпугивают даже комары. Но вот отсутствие инфраструктуры – явный минус. Будут комфортные условия для путешественников, и они сами потянутся. Очень много всего вот этого. И потом сарафан радио. Этот человек возвращается домой и говорит «Вау! Как я отдохнулся в Тывкаре вообще!» И эти люди думают «О, мы тоже поедем в Тывкаре. Мы что, хуже что ли? Вот так?» Тем временем соревнования подходят к концу. Быстрее всех шанги сел молодой парень по имени Владимир. Победителю не только аплодисменты, но и подарок из рук Джона. Правда, что в пакете для окружающих остается загадкой. Если это в пакетике, то, может быть, под иллюзией люди будут, что это стоящий подарок. Вся съемка без единого дубля, все экспромтом, живо, с чувством юмора. Сам Джон вообще нелегкий и доступный, без звездного опломба. Вот и секретами своей потянутой фигуры делится без капли смущения. Программа как-никак кулинарная. А лишних кило Джон Уоррен путешествует по хлебосольной Руси, пока не наел. Я не ем после шести. Это мой закон. Я стараюсь не есть после шести. Иногда просто это нереально, но вот только так. И получается, что я практически только ем в кадре. Потому что иначе это было бы не серьезно. Надо как-то, да, поддержать форму. Тем более телевидение полнее человека, поэтому это еще хуже. Уже завтра съемочная группа отправится дальше по Коми, в Ухту. А после полет через перевал Дятлова. Там же по традиции Джон и запишет свои традиционные итоговые стендап для программы. Речь в нем пойдет, конечно, о тех самых впечатлениях, которые оставила себе Коми, ее история и кухня. Делать поспешные выводы Джон не стал. Любовь Лапина, Алексей Паршуков, Павел Фетисов, телеканал Юрген.